Автомобиль это все-таки не роскошь, а средство передвижения и в том числе утилитарного передвижения, поэтому берем машину, едем в Leroy Merlin за покупками Но это еще не все, нам этого будет мало, сейчас едем дальше, сиденья придется складывать задние Ну вот, все поместилось, самая длинная деталь у нас метр двадцать с копейками, в общем Проблем, естественно, по длине не возникло, по ширине тоже без проблем Представляете, когда позавчера был в Leroy Merlin, встретил нашего знакомого Михаила Вы его, кстати, тоже знаете, он уже несколько раз был на нашем канале Рассказал ему о нашем новом проекте и, представляете, он его заинтересовал А вот, кстати, и он Здорово! Поехали, поснимаем видео Поэтому сейчас съезжаем в наш автотехцентр и расскажу вам полностью все подробности о том, что это за новый проект такой Итак, авто МПС объявляет новую рубрику под названием Купишь китайца? Это одновременно и вопрос, и, возможно, утверждение Если раньше китайских автомобилей было совсем мало, то теперь, по сути, из новых остались, ну, только китайцы и некоторые российские модели Это ни в коем случае не обзор автомобиля Нас интересуют вполне конкретные практические вопросы Это автомобиль новый, понятно, технических неисправностей в нем прям серьезных нет Ничего не течет, коррозия еще не началась Поэтому прям вот детально останавливаться на нем не будем Но машина восьмиклапанная И в кузове SV сейчас купить 16-клапанную просто невозможно Хотя совсем недавно нельзя было купить Vesta вообще никакую, ни с каким мотором И да, ситуация меняется, и в этом основная проблема нашего автопрома Что Vesta, которая была год назад, которая была пять лет назад Так, Vesta, которая есть сейчас И, возможно, та, которая будет через год-два Это прям вот сильно разные автомобили Потому что даже на этой машине, которая, казалось бы, вот уже после всех событий Полно импортных компонентов И от Bosch, и от Valio, и от других компаний Останутся ли они через пару лет или даже через полгода? Ответ на этот вопрос я не знаю Если вы знаете, пишите в комментариях И вообще комплектациям данного автомобиля на самом деле много вопросов Потому что, как я уже сказал, здесь у нас стоит восьмиклапанный мотор А взять точно такой же автомобиль в пресс-парке Ну, либо невозможно, либо очень сложно А ведь есть еще шестнадцатиклапанные, которые на SV не ставятся И один и восемь двигателей, которые пока купить в принципе нельзя То есть, видимо, какие-то процессы у них там на автовазе идут Которые требуют еще то ли времени, то ли замены комплектующих, то ли еще чего Ну, понятно, на этой машине, как я уже сказал, технических проблем нет Она слишком новая Но вот у Михаила была до этого Vesta И на ней пришлось менять двигатель И вроде бы с одного и того 16-ти клапана на такой же поменяли А проблемы какие-то появились И дилер их решить в итоге так и не смог Запчасти могут банально не подходить к вашему автомобилю От предыдущего поколения, от просто другого автомобиля В отличие вот от китайцев, которые, если уж свою машину и привезли То запчасти уж на них они, скорее всего, доставят И санкции их не коснутся И если исчезнет вдруг какой-то поставщик на Vesta То что делать, большой вопрос Говорить про коррозию этой машины у нас, понятное дело, не приходится Опять же, она совсем новая Но вот здесь уже сделана антикоррозионная обработка И она этой машине нужна Потому что если посмотреть детально Все-таки места, где герметик есть, а где его нет Их видно И его здесь не прям много где Вот здесь вот шов закрыт Вот здесь шов закрыт И то как-то чуть ли не руками промазан Но вот здесь, здесь Вот тут вот сварные швы Вот здесь вот большой сварной шов По порогам Здесь на самом деле куча мест, которые по-хорошему требуют более серьезной обработки И если антикорр не делать Ну, машина может сгнить достаточно быстро У обновленной Vesta NG полностью светодиодная оптика Причем как в самой базовой, так и в топовой комплектации И светит она, как по утверждению Михаила, так и других владельцев очень хорошо Но у китайца она еще лучше На GS5 у нас стоит матричная интеллектуальная светодиодная оптика Которая вот светит просто прекрасно У нее есть и дневные ходовые огни И противотуманки И интеллектуальный дальний свет Который выборочно выключается В зависимости от того, когда определяет Когда навстречу едет машина В общем, здесь вот просто полный фарш Но справедливости ради надо отметить Что он есть не во всех комплектациях А только в высших двух В базе идет все-таки галогеновая оптика Которая попроще, мягко говоря, и похуже А если говорить в целом о проблемах, с которыми может столкнуться потенциальный владелец данного автомобиля То нашему выездному корреспонденту было дано задание Разузнать подробнее про этот вопрос И вот, что он выяснил Здравствуйте, с вами Авто МПС И мы приехали в дилерский центр LADA Чтобы узнать про новую Vesta Cross NG В целом, показатель толщиномера находится в пределах нормы К сожалению, о качестве оцинковки мы сможем судить лишь через пару лет Но дилеры рекомендуют брать дополнительные антикоры и антишум за 35 тысяч рублей ТО обсуждается индивидуально И при покупке авто вы можете получить одно или несколько в подарок Но на всякий случай вы нашли их прайс-лист Вы его можете увидеть в конце Гарантия на автомобиль идет 100 тысяч километров или 3 года Особые валячки нам хорошо известны Это прогорающая гофра глушителя и выход из строя стоек стабилизатора Ремонт всего этого вам обойдется в районе 10 тысяч рублей Под капотом данного автомобиля установлен обычный полуторалитровый турбо-надутый двигатель Вроде как собственной разработки ГАКа ГАК, ну, GAC, потому что Гуанчжоу Это прям отдельная компания, она не суббренд какой-то другой компании Существует, в принципе, достаточно давно И даже еще в прошлом веке занималась там какими-то автобусами или грузовиками Выдает он 137 лошадиных сил Ну вот хорошо, давайте сейчас попробуем по секундомеру телефона Стоим на месте, на счет 3 нажимаю педаль в пол и едем до 80 Больше тут не стоит, наверное, все-таки Раз, два, три Да успеем еще, давай задавим 50, 60, 70, 80 Ну вот сколько? Мне кажется, секунд 7 прошло Это прям очень небыстро Я не поленился, поискал информацию Типу, эти двигатели вполне себе успешны И вроде как даже до 160 лошадиных сил поднять его мощность можно Потому что для машины весом 1600, конечно, 137 это прям мало И едет он не очень Также могу обратить внимание на то, что воздухозаборник расположен достаточно высоко И в плане там как-то заезда в глубокие лужи переживать особо не стоит В целом подкапотное пространство сделано очень аккуратно Все прям проложено, зафиксировано Нигде ничего не болтается, не висит Изоленты не обмотано И придраться по большому счету не к чему Давайте перейдем к обзору автомобиля снизу Там все самое интересное Мотор здесь полуторалитровый, к сожалению, безальтернативный Ни за какую доплату, ничего более мощного и объемистого не получишь Но зато коробка передач Здесь гидромеханический автомат Aisin В отличие от Chery, тех же там Tiggo и других На которых либо робот, либо вариатор Здесь вот прям честный, настоящий, старый, олдскульный гидромеханический автомат Шестиступенчатый Он ставился на огромное количество различных автомобилей Включая Peugeot, Citroen, Volvo и даже на Suzuki последней Vitara По-моему, стоит точно такая же коробка Соответственно, проблем с ней по надежности быть не должно Ну и по сути их практически нет И если что, можно ее будет и починить И, наверное, поменять на другую Вот здесь сейчас у нас стояла металлическая защита Шериф фирмы А с завода не стоит ничего Это было уже доп. оборудование Соответственно, и вот эта вот металлическая деталь здесь тоже не родная То есть прям вообще ничего Съезжать на этом автомобиле прямо в заводском исполнении с асфальта Наверное, не стоит Потому что, кроме как вот этой вот низкосвисающей резиновой губы Ничто вас не защищает от того, чтобы тут что-нибудь не повредить или не поломать Это чисто городской, большой, просторный, вместительный, отчасти комфортный, оснащенный автомобиль Но без претензий на бездорожье Что здесь еще очень хорошо и сразу обращает на себя внимание То, что шаровые опоры крупные и крепятся сразу на болтах То есть поменять их будет не проблема Поворотный кулак алюминиевый И вообще применение алюминия здесь довольно обширное Крепление рычагов на больших таких вот корпусах сайлон-блока алюминиевые Крепление стабилизатора потеречной устойчивости Тоже на больших таких алюминиевых муфтах, если можно так выразиться Полуось, как на практически всех переднеприводных автомобилях Левой и правой неравной длины Но если на лаге Веста это левая, нет, получается правая полуось Это одна большая длинная прямая палка То здесь установлен отдельный подвесной подшипник И, соответственно, при движении у вас обе полуоси будут работать на скручивание одинаково И каких-то резких уводов в сторону просто не будет Даже если бы здесь был мощный мотор, которого, правда, нет И машина не очень драйверская Подшипник этот отдельный, корпусной То есть его легко поменять в случае выхода из строя С этим проблем, опять же, нет И вообще машина тоже новая На ней всего 5000 пробегов С ней, в принципе, никаких проблем нет Поэтому больше к этому вопросу возвращаться не будем Идем дальше Здесь вы видите, что дно полностью закрыто Большими такими длинными На половину длины автомобиля Пластиковыми коробами Зачем они здесь? Ну, в принципе, для защиты от грязи Наверное, частично для защиты от коррозии Но, по большому счету, мне кажется, если бы их не было, ничего бы не изменилось Но это все внимание к деталям Китайцы, они вот прям берут этим Сейчас, в последнее время, они все собираются достаточно аккуратно Делают вот такие вот дополнительные фишки Которые, по большому счету, не влияют на продажу автомобиля Потому что вы этого не видите Но, тем не менее, это забота о покупателе Хотя, эта забота носит какой-то выборочный характер очень часто И если посмотреть еще более внимательно То мы увидим, что часть резьбовых соединений Покрыта вот таким заводским парафином То есть, чтобы гайка не прикипала Ее всегда можно было открутить А часть не покрыта ничем И то же самое с стыками Стыками кузовных панелей, со сварными швами Где-то прям аккуратно все и плотно замазаны герметиком Ну, не очень аккуратно, если честно Но плотно хорошо А где-то, прям вот рядом, тут же Этот же шов может продолжаться полностью открытым голым металлом Который никак не обработан Не залит антикором Не затерт герметиком И все вот эти вот герметизирующие моменты Они где-то друг на друга чуть-то не в три слоя накладываются А где-то их нет особо совсем Выхлопной тракт автомобиля почему-то проходит не по прямой траектории Хотя ему здесь вроде бы ничего не мешает Бензобак абсолютно плоский и ровный На всем своем габарите Но тем не менее выхлоп делает вот такой вот изгиб Проходя под ним И при этом он еще и кстати висит ниже всего Опять же к вопросу о проходимости Можно было бы подумать, что здесь предполагается полный привод Как опция, да, установка здесь дифференциала Тем более в поворотных кулаках есть отверстие под полуоси Но нет, карданному валу тут проходить особо негде И каких-то вот вариантов здесь этого размещения полного привода Честно говоря, я не вижу Возможно, они думали ставить сюда гибрид И, соответственно, здесь был бы отдельный мотор-редуктор С приводом, ну электромотор с приводом на колеса Но, блин, опять же, ни в российских комплектациях, ни в китайских Этого нет И в обновленной версии, которая в Китае вышла Тоже полного привода нет, ни за какие деньги То есть безальтернативный полтора литра И безальтернативный только передний привод Что дополнительно странно Потому что сама по себе задняя подвеска очень сложная Такая а-ля немцы С кучей различных рычагов Продольных, поперечных С применением алюминиевых элементов С очень сложными стойками стабилизатора Которые сделаны составными Они частично металлические Частично пластиковые То есть вот если мы посмотрим на заднюю стойку У нее вот здесь вот стальное ухо А сверху как рулевой наконечник Накручено пластиковое крепление Передний целиком Стойка сама металлическая И два как бы как таких элемента Одевающихся из пластика Почему так сделано вообще непонятно Опять же она не быстрая Можно было бы сказать что да Это какая-то сложная настройка На управляемость, на драйв На заходы в повороты, на большой скорости Но со 137 лошадиными силами Ну вообще не погоняешь У нее динамика Ну примерно такая же как у была у старой Vesta С 1.8 Прорядка 12 секунд до сотни Вот я ездил Ну коробка в принципе тоже не самая новая И она переключается иногда задумчиво Особенно старт с места То есть в целом автомобиль располагает К неспешной, спокойной такой размеренной езде Но весьма жесткая подвеска Вот прям значительно жесткая Не знаю как это конечно выпитет их выразить Или как померить в сантиметрах Но подвеска жесткая Если бы автомобиль был бы такой мягкий, валкий И весь из себя а-ля Land Cruiser Prado То в принципе задумчивость коробки была бы ему простительная А вот я сейчас еду по совершенно небольшим неровностям И покачивает весь автомобиль Особенно не даст соврать задний пассажир На лежачих неровностях прям вот сильно подбрасывает Бензобак здесь на 55 литров В принципе точно так же как у Lada Vesta И расход тоже сравнимый Переваривает 92-й бензин Ну на моей практике я вот 3 дня поездил Примерно 7 литров в смешанном цикле расходы То есть запас хода у них будет с Vesta сравнимый Но единственное конечно не сказал Что у Vesta сзади это скручивающаяся балка И совсем простая подвеска И тем не менее управляемость Lada Vesta Это в общем-то пример того как можно сделать хорошо Кстати говоря еще хотел отметить про подкрылки Про подкрылки колесных арок Если на Vesta они кстати ворсовые они пластиковые И ими прикрыта аккуратно практически вся площадь колесной арки То здесь почему-то это сделано выборочно И если мы посмотрим на передний подкрылок То там еще и отдельная прям пустая такая секция Которая ну я даже не знаю чем объяснить Просто тупо открытый металл И вот таких вот каких-то моментов Которые оставляют я с вопросом Почему так сделано То есть вроде бы ну все аккуратно Все грамотно Но без антикоррозионной обработки Так же как на Vesta Эксплуатировать его в долгую Пожалуй что не стоит И также стоит обратить внимание на другие моменты Где может быть даже какие-то производители Появятся вот этих вот подкрылков Колесных арков Которые будут лучше защищать от грязи Потому что если даже эта машина не будет ломаться То вопрос сколько проживет ее кузов без коррозии Пока что остается открытым Китайцы у нас не так давно на рынке И например вот этот вот Правильно был задан вопрос Пластиковая стойка стабилизатора Сколько она прослужит в условиях сильных морозов Не треснет ли она при минус 50 скажем А в России бывают и даже более холодные зимы Хотя Северный Китай тоже довольно холодный регион И наверное они как-то там это дело проверяли Кстати хочу сказать большое спасибо Автотехцентру журналу за рулем За предоставленную возможность снимать автомобили на подъемнике И к слову говоря о коррозии Гарантия на этот автомобиль Как на сквозную коррозию Так и на в принципе Составляет 5 лет или 150 тысяч километров В отличие от Веста на которой Основная гарантия 3 года и 100 тысяч километров А гарантия от сквозной коррозии 6 лет И обычно так и происходит Гарантия на сам автомобиль меньше чем от сквозной коррозии Предлагаю вам по этому поводу посмотреть Репортаж нашего выездного корреспондента О качестве лакокрасочного покрытия этих автомобилей С вами мобильный корреспондент Авто МПС И сейчас мы едем в JC Motors на Волгоградку Чтобы узнать у них про особенности обслуживания нового автомобиля GS5 И побольше выяснить о том Какое там лакокрасочное покрытие Если говорить о китайце То показатели толщиномера опять же находятся в пределах нормы Но разброс чуть меньше О порядочках авто пока неизвестно Оценковка показывает себя хорошо Первое ТО стоит в районе 13 тысяч рублей А крупное обойдется вам в 53 тысячи Отзывных компаний пока нет Дилер дает 5-летнюю гарантию Лада Веста Кросс Универсал 8-классовый двигатель 1 550 Это минимум, да? А максимум? 1 690 Спасибо, это значит надо сколько ждать? Ну мы сейчас принимаем заказы вот полугода Код Вы хотите узнать сколько самый недорогой в городе будет стоить из наличия, правильно? А вы мне можете назвать цифры от минимальной комплектации и максимальной сколько стоит? Минимальная стоит 2 559 900 Максимальная стоит 2 709 900 А я видел, что там где-то 2 200 до 2 200 где-то будет А это же поэтому я первым делом вас спросил, как будете покупать Если бы вы сказали, что кредит трейдин, я бы сейчас вам 2 200 не сказал бы Там же скидки предусмотрены Может даже еще дешевле сделаем Ну что, ладно, расскажи нам, наверное, про свою машину кратко Что ты о ней думаешь, какие плюсы, минусы, какие машины до этого были? Машину я купил вместо МАЗДЦХ5 Да, МАЗДЦХ5 уже 8 лет была, она уже старенькая Надо было что-то новое брать Но при этом Веста у тебя до этого тоже уже была? Да, Веста это у меня вторая Веста А первую Весту поменял, по какой причине продал? Причины не было, в принципе, подвернулась Шкода Октавия, мы взяли Шкоду Октавию, а Весту продали Ну и как в сравнении с Октавией Веста? Медленная И только? И только А размер? Ты сидишь, тебе не комфортно? Ну, как и передний пассажир, да А если там где-то? Ну, у меня 90% времени я езжу один или двое Да То есть, размер меня вполне устраивает, абсолютно Ну, а по комфорту все-таки Шкода-то плавнее, помягче? Нет, ну, здесь абсолютно разные подвески, да И, в принципе, подвеска у Веста очень даже достойная Она, как едет по-хорошему, ровному асфальту, точно так же едет и по полку В принципе, если была бы Веста у нас с каким-то более мощным мотором а-ля 2 литра И автоматом, да И бы я и не менял бы вас Однозначно у меня претензии нет Ну, конечно, не хватает неких плюшек, типа климат-контроля, датчика дождя, датчика света Хотя все это было заявлено изначально, когда ее... Да, это все было изначально заявлено И, возможно, вернется чуть позже Так же, как и ESP, которого сейчас нет Так, я смотрю, у тебя, в принципе, это не самая богатая из тех комплектаций, которые, по идее, сейчас предлагаются То есть нет этого большого планшета и приборка не целиком цифровая Хотя, в принципе, вот на центральном бортовом компьютере выводится достаточно много информации Между прочим, даже побольше за раз, чем назначить на большем по размеру бортовом компьютере Гака Да, ну, в принципе, автомобиль достаточно Безусловно, хотелось бы и современный автомобиль получить Все-таки мы в 21 веке живем, да И иметь климат, контроль, датчик дождя, датчик света, ESP Это необходимость Нет, полный привод мне абсолютно не нужен Более того, я скажу, у меня CX-5 это было на переднем приводе То есть эксплуатация у тебя в целом городская, можно сказать Да, 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 да То есть на бездорожье мы не выезжаем Ты вот говоришь, что она медленная А сколько бы ты хотел... Ну, сколько тебе, скажем так, достаточно, если мерить, например, в разгонах от нуля до 100? Ну, учитывая, что у меня Octavia разгоняется в среднем за 8 секунд до сотни Мазда разгонялась за 10 И меня Мазда устраивала по динамике разгона абсолютно Да, сейчас мы замеряли ее, она едет 14, ну, большеват Но у нее есть огромный плюс по сравнению с предыдущей Вестой Об этом никто не говорит, она намного едет плавнее То есть если 16-клапанная Веста, у нее есть провалы И у нее при переключении второй, третий, да, мы едем и всегда есть прихлёп некоторый То здесь, ты заметил, едет абсолютно ровненько и плавно, да То есть в этом плане двигатель, хоть он и маломощный, да, но едет намного приятнее и ровнее Ну давай пока сзади машина выезжает, расскажи немножко, как тебе по посадке машина? Удалось устроиться? Ну, не совсем удобно, наверное Ну ты отребираем? Чуть-чуть Да Камера есть заднего вида? Камера есть, согласен Не обязательно поворачивать голову Не хватает Но правда только одна, только задняя кругового обзора, не за какую сумму денег на эту машину не предлагается Ну, я тебе скажу так, я в усердце вроде нормально уселся, но у меня висят ноги То есть подушка коротковата, и на далекие расстояния, я на Весте уже ездил, знаю, что в принципе вполне комфортная машинка Здесь я как-то сомневаюсь, что далеко ехать на ней будет очень удобно Но зато хорошая боковая поддержка Да, боковая поддержка, поясничный упор, я уже это оценил Регулируется Регулируется Причем, да, он регулируется вверх-вниз И сиденье, что мое, что твое, полностью электрические Да, это тоже плюс, настраивается очень удобно Вполне приятный интерьер Я не скажу, что он супер классный и качественный, да, но... Касаемо интерьера, если мы будем сравнивать с современными китайцами Конечно же, этот все-таки как будто бы еще из прошлого поколения Из предыдущего, да Аналоговые приборы, еще не полностью ЖК-экран Хотя посередине довольно большой бортовой компьютер Большие рамки Да, здесь вроде бы большой, да Как будто экрана на самом деле встроен совсем маленький И в новом вновленной версии, которая по салону никак не отвечается Уже большой экран и полностью цифровая панель Но зато, смотри, у нас есть все аналоговые кнопки управления Да, климат раздель Не обязательно лезть куда-то глубоко там в меню отвлекаться от дороги Здесь чуть ниже сделана беспроводная зарядка для телефона То есть, если я сейчас положу сюда свой Samsung Он мало того, что очень хорошо вяжет, так еще и начнет заряжаться Правда, не очень быстро Но беспроводные зарядки в целом Рядом два отдельных USB разъема и еще и розетка 12 вольт То есть, прям полный набор По организации пространства Здесь у нас ящичек, который является подстаканником на два стакана Но также в нем можно, например, просто хранить ключ И здоровенный в подлокотнике Да, я открою Гори вообще какой бокс Но правда не холодильник, ничего тупого Но огромный Необычно огромное стекло, по-моему, вы заметили? Ну, у него наклон не очень большой У тебя на месте наклон Ощущение, что ты большой машине Она и есть большая Она больше, чем Tiggo 8 Pro На сантиметра 4 в ширину И еще на несколько высоту При том, что по длине, правда, на пару сантиметров ниже Меньше, но это только там за счет бамперов, собственно говоря Капот широченный, машина прям широченная И во дворах, на самом деле, на ней маневрировать с непривычки сложноватые Полные стеклоподъемники у нас автоматически все четыре Есть обогрев передних сидений, задних и руля, правда, нет Но есть обогрев лобового, зеркал и заднего стекла Ну, это у меня тоже есть в А200 И обогрев лобового Я подогрев сидений В принципе, это... Но чего у тебя нет? Это здоровенного панорамного люка Который мы можем вот так вот сейчас открыть И он уедет очень-очень далеко Практически до самого багажника И так же полностью закрывается еще и шторкой Шторкой, да? Да, чтобы не было ощущения этого люка Если оно вдруг не нужно Сейчас просто чуть-чуть потемнее станет Салонное освещение вот здесь, правда, не очень сильное Есть четыре такие отдельных плафончика Два спереди, два сзади Но светят они, честно говоря, не очень ярко Зато здоровенный задний ряд Что стоит посмотреть чуть позже уже на статическом обзоре Есть контроль с липунцом у нас в зеркалах Круиз-контроль тоже есть, но он прям вот вообще просто... Неадаптивный, да? Он неадаптивный И более того, он еще и не очень строго держит заданную скорость Мало того, что ее нельзя узнать Он ее не отображает ни на где То есть просто вот едешь с какой-то скоростью Он ее как-то поддерживает Не более того Что мне понравилось, зеркало с автоматическим Да Затемнением электронное И зеркало, и фары Сейчас уже даже дорогие китайцы грешат тем, что у них Купочка перещелкивает туда-сюда Да, и еще разъем USB для видеорегистратора Если будешь стоять Даже так, да? Здесь стоит шесть подушек безопасности То есть две передние, две боковые И шторки на всю длину окон И еще это первый автомобиль Который прошел на пять звезд Китайский аналог EURNCAP То есть до этого автомобили, которые выпущены были Хуже по безопасности Музыку можем послушать Это, конечно, только радио Могу сказать, у меня 200 Наверное, чуть поинтереснее звучит Вдолье? Да Музыка Pioner Ну и плюс колоночки Херц Все они звучат хорошо, да Да, можно громкость регулировать здесь Можно на руле, как удобнее, так и так И в целом, в принципе, неплохой автомобильчик Мне нравится И скажу, что мне в нем нравится Мне нравится в нем автомат У китайских автомобилей В данном ценовом сегменте Автоматов, как мы знаем, практически ни у кого нет Либо это роботы Либо вариаторы Ни один робот, ни один вариатор не работает Так как автомат И плавную, приятную езду он не дарит Да, робот может побыстрее быть Вариатор поплавнее Но для себя я все-таки хочу автоматическую коробку передать Если, тем более, здесь Айсин стоит Японские шестиступенчатые беспроблемные Да, ну тогда это вообще Потому что каждый хозяин робота или вариатора К ста тысячам пробега Думает, что делать с коробкой Конечно, когда коробка и вообще агрегат в целом известный, проверенный И он ставится на массу разных автомобилей С ним в долгосрочной перспективе Даже если он хорошо работает сейчас Намного лучше, приятнее и понятнее иметь дело Конечно же, габариты данного автомобиля По всем параметрам значительно больше, чем у этого И по длине, и по ширине, и по высоте И сейчас мы посмотрим, куда же они все ушли Начиная с багажного отсека А говоря о багажном отсеке, вы учитываете, что при его загрузке Высота дорожного просвета уменьшается И если уж мы говорим о дорожном просвете То здесь, на Vesta, версии тем более Cross Он больший, составляет 200 мм против 180 мм под защитой Которой с завода, напоминаю, нету на Gag GS5 В отличие от Vesta, у нас привод крышки багажника электрический И я бы вам продемонстрировал, как он работает без рук Но для этого надо сначала отойти и подойти И тогда он увидит ключ И через 3 секунды освещения задним фонарем откроется Закрывается также полностью электрически Объем его не заявляется производителем Но, судя по измерениям рулеткой, составляет порядка 500 литров Точно сказать, сложно из-за, понятное дело, различных ниш Длина, точнее ширина по узкой стороне метр десять Длина средняя, если посередине смотреть Где-то 90 см, плюс высота полки полметра Для сравнения, у Lada Vesta багажник примерно такой же Тоже порядка 500 литров, 480 официально до полки И он имеет более низкую высоту погрузки Длина его девяносто И ширина минимальная девяносто, ну почти метр А по широкой части, если не углубляться в нишу слева Ну где-то метр десять И при том, что, как я уже сказал, ГАК значительно больше А багажник у них одинаковый Давайте-ка посмотрим, куда же пошли все недостающие сантиметры А ушли они, как нетрудно догадаться, на задний ряд сидений Который здесь вот просто огроменный Он мало того, что широкий Имеет большое пространство для ног задних пассажиров Так еще и спинки заднего ряда регулируются по углу наклона Если мы померяем чисто по подушке заднего сидения То у нас получится, секунду, метр двадцать три Ну, примерно метр тридцать, если по выпирающим частям А если от края двери до края двери, по ручкам дверным То более чем метр сорок И это по ручкам, то есть по углублениям в картах Там порядка полутора метров Для сравнения, у Весты ширина дивана непосредственно метр тридцать А если смотреть от ручек дверей, то получается тоже метр тридцать Вот вам и разница И по длине От спинки сидения до спинки сидения человека одного и того же роста Он только что за рулем ехал на обоях Здесь шестьдесят пять сантиметров Ну, а здесь я, честно говоря, уже мерил далеко лезть восемьдесят Соответственно, для ног пассажиров и по боковинкам То есть для плечей места значительно больше Ну, а про потолок я даже не говорю Там можно в таком вот цилиндре сидеть, как в каком-нибудь большом внедорожнике Ну что ж, Миш, поздравляю тебя Ты прошел тест-драйв нового для тебя автомобиля Спасибо Для тебя главный вопрос Скажи, пожалуйста, купишь китайца или же нет? Меня машинка приятно удивила И может я даже, если будет вариант, может БУ как посмотрю Можешь Меня машина приятно удивила Я, честно говоря, думал, что в подобном классе автомобилей Сейчас безраздельно лидирует Черри со своим Тига Но нет, эта машина, будучи дешевле, во многом даже лучше их всех Но, правда, некоторые опции ей тоже недоступны Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайк Субтитры сделал DimaTorzok